Всем привет, мои хорошие! С вами Аки Эмили. И сегодня я снимаю для вас две упаковки Барни. Барни никогда не было на моем канале, хотя я люблю их. Я взяла две упаковки, вот такие вот. Какую взять? Даже не знаю, давайте вот эту. Тве такие упаковки брала на закупке продуктов на неделю. Решила добавить какого-то разнообразия в каждой по 5 штук, получается 10 штук. Вот, и как вы думаете, Айка съест или нет? Делаем свои ставки. Извиняюсь за шуршание. Ну все, я их всех раздела. Приступаем к еде. Я здесь приготовила себе горячий чай. И это на самом деле мой завтрак. Я сегодня очень поздно встала. У меня какое-то странное настроение было утром. Я встала, выпроводила маму. Она сегодня уехала к деревне. И потом что-то я заснуть не могла. А потом так заснулась, что потом проснуться не могла. Здесь внутри такой джем. Этих медвежат просто обожает дочка моего двоюродного брата. С детства прям с двух лет она прям обожает. И почему-то у меня барни ассоциируется с чем-то детским. Как, например, агуша детское питание. И вот барни тоже. Очень вкусно. Первый пошел. Так зашел. Надо было взять две разные упаковки. Одна, например, с темным шоколадом, другая с белым. В общем, дома как будто пусто без мамы. И мама еще целый месяц будет там. Встала целый час, ленилась туда-сюда. Посмотрела видео, как взломали девочку в ютубе. У нее там всего 4000 подписчиков. Но ей вернули канал. В этом плане ютуб вообще молодцы. Ты пишешь в техподдержку. Тебе сразу помогает. Не в зависимости от того, сколько у тебя подписчиков. Сколько ты зарабатываешь. Это реально очень круто. Потому что у меня была проблема с инстаграмом. Одно время я постоянно лайкала своих подписчиков. То есть кто-то, например, кидает мне запрос. Я старалась все фотки пролайкать своих подписчиков. А оказывается, на лайке тоже есть какой-то лимит. То есть если ты превышаешь этот лимит, то тебя банят. И меня забанили. Я не могла лайкать. Не могла подписываться. И не могла никого отмечать в истории. Представляете? Банят, например, на неделю. На две недели. Но у меня месяц не решалась эта проблема. Представляете? У меня подруга говорила, что банят на 24 часа. В моем случае, наверное, произошла какая-то ошибка. Прошел уже месяц. Но я, опять же, не могу никого лайкать. Не могу ни на кого подписываться. И это ужасно было. Я уже даже думала удалить этот аккаунт. Открыть новый. Проблема в том, что я писала в техподдержку Инстаграма. У них даже нет возможности им написать. То есть я не нашла, где можно написать Инстаграму, что у меня какая-то проблема. Там у них выберите из следующих проблем. Я там смотрю, и этой проблемы моей нет. Я пишу в Гугле, как написать Инстаграму в связи с проблемой. Ничего не выходит. Вот в этом плане Ютуб вообще супер. Они тебе помогут. Все расскажут. По полочкам разложат. И я думала, это только большим блогерам. То есть если у тебя 100 тысяч подписчиков. Если у тебя миллионы подписчиков. Только в этом случае они тебе помогают. Но я убеждаю, что канал вернули девочки, у которой 4 тысячи подписчиков. То есть они ко всем относятся одинаково. Это очень круто. То есть они всем помогают. Молодцы вообще. Так вот. Меня забанили, получается, в Инстаграме. Прошел месяц. Я думаю, ну, после месяца-то разбанят хотя бы. Прошло 2 месяца. Представляете, за 2 месяца я не могу никого не лайкать, никого отмечать, делать рекламу кому-то. Просто писала, что эта функция для вас недоступна. И когда будет доступна, тоже непонятно. У меня знакомая. Она накручивала подписчиков. То есть она добавляла людей через приложение. И у нее тоже была такая проблема. Но она не могла просто кидать фоллоу кому-то. То есть она не могла подписаться на кого-то. Лайкать, отмечать. Все это она могла. Ее забанили на 24 часа. А меня забанили на 2 месяца. Затем я подождала еще месяц. И в один из дней, когда я сумела лайкнуть фотографию, у меня был такой шок. Я сначала лайкнула, прошла дальше. А потом я думаю, айка, ты смогла лайкнуть. Я такая, вау, мне сняли ограничения, ура. После этого я с осторожностью лайкаю фотографии. 2-3 фотографии, и все. Раньше я в универе училась. Свободного времени до хрена. Сижу на уроке. И начинаю лайкать своих подписчиков. Например, у подписчицы открытая страница. И у нее 140 фотографий. Я все 140 обязательно пролайкивала. Потом открывала страницу другой подписчицы. Тоже лайкала. Я просто это делала, чтобы было приятно. Мне то что? Мне ничего не стоит пролайкнуть фотографию. А кому-то приятно ведь. Следующие, ребята. Пять штук прям легко зашли. У меня здесь чая совсем мало осталось. Возьму-ка я воду. Так вот, к чему я это все. Ребят, если вы знаете, что делать, если тебя взломали в инстаграме, то обязательно пишите. У меня у брата недавно ситуация была. Его старая страница. Она вообще никак не защищена. Там буквально 150 подписчиков. И там поставили пост. Он доступ к этому аккаунту уже давно не имел. Мне нужна помощь. Помогите, пожалуйста. Хотя бы 500 рублей. Скиньте на карту. Моей маме нужна операция. Не знаю, произошло горе. Не знаю, как люди поверили, переверили или нет. Брат обратился ко мне. Я обратилась к своим подписчикам. Я поставила это в истории в инстаграм. И подписчики были в шоке от того, как можно написать такие слова в адрес чьей-то мамы. Короче, нужно быть аккуратными и не создавать 500 аккаунтов. У меня вот у брата такая привычка. Он никогда не запоминает пароли, логины и просто берет и создают новую страницу. Потом старую взламывают. Опасно, когда страница под вашим именем и фамилией. Иногда специально адксерят, например, какой-то документ. И там пишут ваше имя, фамилия. Если типа вам нужна помощь. Ребята, не ведитесь. Если ваш любимый блогер или знакомый сам не сказал в истории, вот просто вот так вот снимает на телефон и не просит помощи, то не ведитесь. Просто очередной лохотрон. Слава богу, мои все подписчики пожаловались. Эту страницу вообще закрыли. Хорошо, что некоторые родственники, знакомые начали писать напрямую моему брату, что на твоей странице вот такая вот вещь. Это правда произошло? Тебе действительно нужна помощь? А если нет? А если слепо начнут отправлять? Осталось всего два барни, два медвежонка. И все. И последнее. У меня зарядка садится на фотике. Если сейчас отключится, то знайте, что это зарядка села. Очень вкусные барни. В общем, на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Две упаковки барни. Это было не сложно, но очень вкусно. Если вам не трудно, обязательно подписывайтесь на мой канал. Всех люблю, целую. Пока.